Алматинские коммунальщики словно на пороховой бочке не знают, где теперь гейзер пробьет наружу. Еще накануне они латали трубы в одном месте, как вдруг сегодня горячий источник прорвался на другом участке. Фонтан высотой с многоэтажный дом повредил припаркованные авто. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Сети, говорят чиновники, сильно изношены и уже не выдерживают напоры и критики. Их не меняли лет 25-50. В любой момент, в любой части города неизбежны новые аварии. В коммунальном коллапсе разбирался Владимир Бовкис. Подобное зрелище для алматинцев становится уже привычным. То тут, то там завидной регулярностью из-под земли пробиваются фонтаны горячей воды. Лишь по счастливой случайности эту трубу прорвало на безопасной дистанции от жилого дома и проезжей части. И в момент аварии людей не оказалось рядом. Коммунальщикам ничего не остается, как констатировать сам факт, который очевидно не утаить. Причина стара, как собственные сами трубы, которые уже давно трещали по швам. Произошел порыв на тепломагистрали диаметром 500 миллиметров. Эта труба была видна в эксплуатацию в 1997 году. Такие трубы рассчитаны максимум на 25 лет службы. Но если посчитать, то это свыше 22 лет она отработала. К сожалению, произошел порыв, хотя в межотопительный период, как и все теплосети, она прошла гидравлические испытания. Пока коммунальщики устраняли последствия аварии и латали изношенную трубу, целый район сидел без горячей воды. Но каков мог быть масштаб коллапса, если бы прорвало не в одном месте, а сразу в разных частях мегаполиса? Ведь по данным профильного ведомства, больше 60% городских сетей устарели и не выдерживают напора воды. И критики алматинцев, которым еще предстоит посчитать ущерб от очередного гейзера. Ущерб получил там, начиная от капота до заднего капота, двери, стекло заднее, переднее, боковое стекло, все разбитые. Сейчас заявление написали, объяснительные, то есть заявление объяснительные написали там полицейские. Изнутри, соответственно, электроника автомобиля также пострадала, вот вследствие залива автомобиля, вот водой горячей. То есть потолки, от того, что были ошпарены, тоже просели, можно сказать. Но этим людям в какой-то степени повезло. Они не ошпарились, оказавшись по пояс в кипятке. Буквально накануне Алматы затопило горячей водой. Автомобили на глазах алматинцев уходили на дно внезапно образовавшегося кипящего озера. Ошпарил ноги, сразу же залез обратно. После чего ждал, пока меня вытащат просто. То есть вода начала прибывать, я уже залез на крышу, машину волнами стащила. Машина сама не нагрелась, но кипяток невозможно. То есть я хотел снять клемму с аккумулятора, уже вода в машину наполнилась, за ручкой для капота потянулся, руку тоже ошпарил. На месте аварии сейчас рабочие восстанавливают дорожное покрытие, однако сами коммунальщики в растерянности. Они не могут предугадать, где и когда в очередной раз орванет. Поэтому просят жители быть бдительными. Если алматинцы увидят горячий родничок посреди дороги, во дворе дома или услышат подозрительный треск, сразу сообщать в экстренные службы. Владимир Бовкис, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар-24.